14 мая 2018 И ракета взлетает в воздух Несколько минут И она достигает цели в районе Маршаловых островов Командованию докладывают о том, что пуск состоялся И сообщения об удачном старте В срочном порядке отправляются в прессу Такие минетмены стоят на вооружении США с 70-х годов Но их учебные пуски уже давно Но они производились так часто и настолько публично Как весной 2018 Какое послание американцы отправляют Вместе с каждой ракетой И кто их настоящая цель В стиле новой Америки Америки Помпео, Трампа И их военно-промышленного Армейского и спецслужбистского сообщества Которое взяло курс на Не только развязывание войны Но и демонстрации готовности развязать войну И здесь вот запуски этих ракет Они являются скорее всего частью И пропагандистского комплекса И опять-таки попыткой освободить склады От устаревших образцов оружия Через несколько часов после этого запуска США уже обвиняют Россию и несколько стран В нарушении режима распространения оружия Массового поражения Обвинение, естественно, сопровождается Очередными санкциями В списке запрещенных Вашингтоном военных структур Теперь оказалось даже главное управление Генштаба Вооруженных сил России Бывшая ГРУ Вашингтон заявляет Новые санкции как вклад в борьбу за мир во всем мире Однако, замечают эксперты Активность этой борьбы Почему-то значительно возросла Сразу после того, как Россия обнародовала Сумму своего портфеля оборонных заказов 45 миллиардов долларов Ослабление российской оборонки Является существенным коммерческим интересом Для производителей оружия самих Соединенных Штатов Но в то же самое время Ослабление оборонного комплекса России Является ударом по независимости По экономическому состоянию И по политической стабильности России И эти преследуемые цели являются параллельными Чтобы связать воедино Американскую борьбу за мир И российский оборонный портфель Нужно знать и третий ключевой факт Россия главный конкурент США По поставкам оружия в мире И борьба за мир здесь Идеальная ширма для конкретной цели Заработать как можно больше За каждым громким политическим решением Прячется не один миллиард долларов Причем речь не о госбюджетах А о карманах владельцев крупных корпораций На пути к своей цели заработать еще больше Транснациональные компании Не останавливаются ни перед чем Будь то красивые жесты Например, миллиардные вливания в бюджеты Третьих стран под личиной благотворительности Спасение экологии Декларации прав человека Или не очень красивые Война, кровь, смерть, голод и нищета Как производные в этой игре Все, лишь расходы бюджета Супермодель в Гаагском трибунале Как Наоми Кэмпбелл оказалась замешана В коммерческих преступлениях против человечества И как получилось, что весь мир Пал жертвой бриллиантовых маркетологов То есть они упаковали в этот бриллиант Чувства человека Мистер Президент один против всех Что не визит, то миллиардные контракты Что не указ, то угрозы или шантаж Кто скрывается за спиной у Дональда Трампа И почему он без тени сомнений Объявляет войну всему миру Трамп вошел в такую фазу Когда он понял, что уже бесполезно Значит, руководствоваться логикой 65 лет тюрьмы Почему воскрес Дизельгейт И какие еще скандалы разворачиваются В интересах крупных корпораций Американцы идут дальше, начинают арестовывать людей Рано или поздно эти люди там где-то начнут погибать и так далее Борьба с терроризмом как удобный способ победить конкурентов Как большой бизнес делает деньги на страхе Он как бизнесмен везде видит выгоду Благими намерениями выслана дорога к цветной революции Как транснациональные компании с помощью протестов и митингов Приходят в новые страны и превращают их в своих рабов Нам дадим кредиты Плюйте на этих американских колонизаторов Белый дом апрель 2018 Президент Трамп снимает ограничения на экспорт военных дронов Их в свое время наложил еще Барак Обама Теперь его действия прямо названы глупыми А решение Трампа преподносят как забота о партнерах Ведь до этого им приходилось покупать дешевые китайские копии Фраза о том, что какие-то китайские подделки или русские подделки Это, ну, такой, как бы сказать, рекламный ход Это не более того Конечно, Трамп отдает себе отчет, что и у китайцев неплохое вооружение Хотя, так сказать, они, в общем-то, пока отстают И от России, и от Соединенных Штатов Но, тем не менее, у них достаточно серьезное вооружение Но зачем президенту Трампу вдруг выдавать военные секреты третьим странам? Неужели американцы больше не хотят владеть эксклюзивным оружием Как они уверяют, самым совершенным и эффективным в мире? И теперь оно будет доступно всем На самом деле все эти решения И разрешение на беспрепятственную продажу оружия И новые санкции против России Работают на интересы только одного участника этой игры Американскую оборонную промышленность Соединенным Штатам невыгодно Иметь высокотехнологичного конкурента По ряду направлений Особенно по пресловутому оружейному делу Потому что Россия делает сегодня высокоточные ракеты Высокоточные машины поддержки И так далее, тому подобное Санкции, безусловно, никому не выгодны Но Америка их в первую очередь вводит для того, чтобы ограничить развитие И потенциал, собственно говоря, России как государства А не для того, чтобы повлиять на нее с точки зрения принятия каких-либо политических решений Однако новый пакет жестких санкций просто так принять невозможно Нужен повод Ведь мировая общественность потребует объяснений И администрация Трампа на скорую руку разрабатывает спецоперацию Сложная многоходовка Которая помимо новых оборонных заказов Предполагает и дополнительные бонусы Сразу для нескольких отраслей американской промышленности Война против нашей страны никогда не прекращалась И тем более последний акт этой истории Это сирийские события Является не началом и не окончанием А просто одним из эпизодов И подготовка всех эпизодов этой трагедии, драмы Они происходили комплексно И химическая атака И введение санкций И дело Скрипалей И многое-многое другое Разрабатывается как часть одного спектакля 7 апреля 2018 Химическая атака в Сирии В больнице города дома Десятки пострадавших На видео снятом организации белые каски Маленькие дети В одном из домов даже обнаружен этот желтый баллон Из-под жижного хлора События разворачиваются стремительно Сообщение о вертолете, сбросившем на Думу химическую бомбу В считанные минуты облетает мировые выпуски новостей Почти сразу созыв срочного заседания ООН И обвинения России в поддержке производства химического оружия в Сирии А через несколько дней в пригород Дамаска летят 100 умных ракет От объединенной коалиции Великобритании, Франции и США Есть жертвы среди мирного населения Новый шаг предсказуем У президента Дональда Трампа для России Уже готов список экономических санкций Первых в этом году Их тут же принимают В списке 38 фамилий и несколько компаний Дело сделано Никаких расследований не было Но Запад, как правило, и не прибегает Никаким расследований Тем более в последнее время Как только им начинаешь объяснять, что необходим, так сказать, определенный юридический процесс Что нужны доказательства, что нужно расследование Они категорически уходят в сторону Это в лучшем случае В худшем случае они просто начинают бракаться и ругаться Всего через несколько дней Это душераздирающее видео белых касок Уже разоблачено как постановочное А самый запоминающийся мальчик из больницы Вот этот Оказывается, жив и здоров 11-летний Хасан Диаб сам рассказал Он снимался в инсценировке За рис, финики и печенье Среди санкций, введенных США против России Есть и такая Запрет на сотрудничество по вопросам строительства газопровода Это уже серьезный удар По крупным российским компаниям Это, безусловно, неожиданный удар ниже пояса Потому что думали, что будут просто персональные санкции Которые сводятся к тому, что людям запрещают въезд в страну Или там вводят какие-то ограничения по активам данных физических лиц А здесь уже удар по российской экономике Эти санкции оказались болезненными и для многих европейских компаний Немецкий и французский бизнес буквально требуют их отменить Промышленные предприятия после введения ограничений Больше не могут сотрудничать со своими партнерами в России У меня ощущение, что Трамп просто озвучивает чьи-то решения И в данном случае Трамп до конца даже сам не понимает логики этих санкций Он именно некая такая говорящая голова Я пытался некоторое время анализировать какие-то его заявления, какие-то решения Но концы с концами не сходятся Видимо, Трамп вошел в такую фазу, когда он понял, что уже бесполезно Значит, руководствоваться логикой Главное, значит, рычать, показывать зубы И создавать соответствующий психологический эффект 65 лет заключения и почти 300 тысяч долларов штрафа Именно столько прокурор штата Бичган требует для бывшего директора Крупного автомобильного концерна Ордерный арест уже выписан В начале мая Мартину Винтеркорну предъявлено обвинение в сговоре Обмане американских клиентов и властей И нарушении закона о чистом воздухе Смотрите далее Не сходится Несмотря на санкции, товарооборот между Россией и Евросоюзом только растет Самый кровавый фрукт на планете Как банановым республикам удалось сделать свой главный продукт популярным во всех странах мира Как мы сами ежедневно спонсируем цветные революции И при чем тут популярная газировка Этот скандал останется в истории как Дизельгейт В 2015-м Соединенные Штаты обвиняют крупнейшего европейского автопроизводителя В подделке опасных для экологии данных Цифры выброса вредных веществ у машин с дизельными двигателями сильно занижены Именно немецкие компании, как правило, предлагали на рынке вот такие вот очень экономичные С высокими характеристиками дизельные двигатели Но очередной виток ужесточения экологических норм поставил производителя перед дилеммой То есть можно было выполнить экологические нормы, но при этом проиграть по расходе топлива Можно было получить низкий расход топлива, но не выполнить экологические нормы Вот, соответственно, инженеры нашли не совсем политкорректное решение Вот, соответственно, когда это стало достоянием широкой общественности Тут же были наложены вот просто космические штрафы Прошло три года, о дизельгейте, кажется, уже мало кто помнит Виновник давно договорился с пострадавшими о гигантских выплатах на 18 миллиардов долларов Но вдруг американцы снова не на шутку грозят руководству немецкого автоконцерна Что же заставило их это сделать? Ведь конфликт, казалось, сошел на нет Американцы попытались поставить на колени европейский бизнес, в том числе И сказать, ребята, как мы скажем, так и будет, играйте по нашим правилам Европейцы сказали, нет, нифига, так не будет И вот, по-моему, 17-миллиардный штраф за нарушение законодательства И друг друга пытаются сейчас штрафами на эту тему решить Американцы идут дальше, начинают арестовывать людей Рано или поздно эти люди там где-то начнут погибать и так далее То есть это война долгая Любопытно, но накануне появления ордера на арест бывшего главы автоконцерна Дональд Трамп вернулся из Европы Его переговоры с Ангелой Меркель и другими лидерами Евросоюза были непростыми И, похоже, неудачными Мы впервые в истории видим, когда Европа противостоит Соединенным Штатам Америки И не хочет терять деньги То есть мы впервые видим такой акт неподчинения американскому президенту Это на самом деле опасное и тревожное звоночек То есть противостояние Европы и США И взаимные санкции Это яркий пример того, что между ними идет противостояние И к чему оно приведет большой-большой вопрос Но и три года назад Дизельгейт возник не на пустом месте О мошенничестве автоконцерна становится известно Когда европейские партнеры уж слишком затягивают переговоры По любимой идее американских президентов Трансатлантическому партнерству Трансатлантическое партнерство Это попытка ведущих западных держав Прежде всего Соединенных Штатов Америки Создать гигантский рынок В который вошли, так сказать, сотни миллионов людей Это раз А самое главное Тем самым создать экономическую основу Для будущего трансатлантического государства То есть попытки установления мирового господства Они не оставляют 18 апреля 2015 года Демонстрации заполонили улицы крупных европейских городов Десятки тысяч людей вышли на митинги Против соглашения между Евросоюзом и США Договора, который вроде бы должен облегчить им жизнь Что же возмущает демонстрантов? Моментально трансатлантическое партнерство Уничтожало бы 25% естественных монополий Европейского Союза И по факту те компании, которые являются крупными игроками на рынке Поглотили бы мелкие предприятия на территории Европейского Союза И начали бы более активно проводить там свою экономическую политику Переговоры о трансатлантическом партнерстве Проходят в обстановке строжайшей секретности Но из информации, которую удается получить прессе ясно Никакого партнерства государств не будет Это соглашение выгодно исключительно транснациональным корпорациям Интересы которых отстаивает США Трансатлантическое партнерство Это инструмент ненасильственного влияния на суверенитет Европейского Союза И если его углублять и расширять То Европейский Союз подпадет под полную протекцию Не просто Соединенных Штатов как государства А под протекцию транснациональных корпораций Которые лоббируют это самое трансатлантическое партнерство После подписания соглашения о независимых странах Европы придется забыть Экономикой и политикой будет распоряжаться бизнес Крупные компании даже смогут подавать в суд на государство Если там принят закон, мешающий им зарабатывать Как это у них будет регулироваться? У них же практически все 248 страниц этого документа Они подчинены тому, чтобы вывести на американский уровень Все нити управления этим партнерством Чтобы каждый шаг был выгоден Соединенным Штатам Вот почему Меркель жестко протестует Сразу после скандала с немецким автоконцерном В Америке проблемы возникли и у американских компаний в Европе Оказалось, что популярная сеть фастфудов Не доплатила налогов на 500 миллионов долларов А самый известный производитель смартфонов Скрыл от Евросоюза аж 14 миллиардов долларов прибыли Вероятно, поэтому США тему партнерство с ЕС Пока спустило на тормоза Но почему же тогда вновь всплыл Дизельгейт? 20 триллионов долларов Именно таков размер дыры в бюджете Оставленным Обамой в наследство Трампу И он делает бизнес как может Даже не особо скрывая свой исключительно экономический интерес В ход идут манипуляции, шантаж, прямые угрозы Быть может поэтому после каждого визита американского президента СМИ докладывают о миллиардных сделках Чрезвычайно такой рациональный президент, критичный Помимо стресс-менеджера он еще и тому же как бизнесмен Трижды переживал банкротство И создается такое впечатление, что он хотел бы обанкротить весь мир И на этом пепле создать новые Соединенные Штаты Америки Которые были бы сильнее и процветающие Вот создается некое такое представление Ноябрь 2017-го Пекин Этот визит Трампа еще до его окончания Назовут парадоксально успешным Две страны заключили крайне выгодные для Вашингтона соглашения Поднебесная обещает инвестировать в американскую экономику 253 миллиарда долларов Для США огромная сумма Эксперты уверяют Трампу удалось то, что невозможно было вообразить в принципе Над этим годами бился Барак Обама Китайцы разрешили американцам единолично владеть предприятиями на территории их страны Заключены контракты на поставку американских технологий На закупку китайского оборудования На разработку нефтегазовых месторождений На Валяске, которые будет осуществлять китайская компания Но все эти контракты в большинстве своем носят предварительный характер Что же вдохновило власти Поднебесной так крупно раскошелиться? Пусть и предварительно Неужели широкая улыбка нового американского президента Или красота его жены Мелании? Чуть позже выяснится Китайцы просто пытались откупиться от страшного будущего Разрушительного для их страны Это политика у него запланирована Он говорил очень хорошие слова Си Цзиньпиню Си Цзиньпинь в свою очередь говорил очень приятные слова В соответствии с тысячелетней культурой Китая В ответ они пили чай Но при этом, в общем-то, и руководитель Китая И президент Соединенных Штатов Америки Понимали, что они находятся на краю бездны торговой войны Всего через несколько дней после возвращения из Пекина Американский президент ведет себя так, как будто ни о какой дружбе с Китаем не было и речи Китай ответственен почти за половину торгового дефицита США Китай это не рыночная экономика Главное, они играют не по правилам Но они начнут играть Свежие торговые указы Трампа Аннулируют все его дипломатические договоренности Президент США резко повышает ввозные пошлины На длинный список китайской продукции От солнечных батарей до игрушек Но как позже выяснится Этот список в тысячу наименований просто мелочи Трамп и его торговых советников волнует другое Как заработать на Китае еще больше? И они делают следующий разрушительный шаг Реабилитируют закон о пошлинах на ввоз стали и алюминия На сталь 25%, на алюминий 10% Трамп поступил совершенно справедливо Потому что ему надо поднимать свою экономику Он заявил, что надо снова сделать Америку великой Как ее делать? Он назвал как? Модернизация инфраструктуры, увеличение экспортового оружия Но за всем этим стоит металл К Трамп решил пойти ва-банк Урожай с этих бесконечных полей сои в штате Орегон Почти полностью предназначен для Китая Еще сельское хозяйство США Поставляет ему свинину, пшеницу, кукурузу Основные ингредиенты дешевого национального меню Миллиарды китайцев приносят в карманы владельцев американских корпораций Миллиарды долларов И ответ Пекина ждать себя не заставил Колоссальные ограничения американского импорта Здесь пунктов в списке гораздо меньше Но стратегически эти запреты для американцев очень болезненны Китай приобрел в явном или неявном виде огромные сельскохозяйственные угодья В частности мы знаем, что и на Украине были приобретены такие масштабные площади Очень значительные инвестиции сделал в африканские страны и в Латинскую Америку В сельскохозяйственное производство И американцы в данном случае не являются незаменяемыми поставщиками А 26 апреля 2018-го в ход идет в прямом смысле тяжелая артиллерия Прямая трансляция по всем китайским телеканалам Представитель Министерства обороны страны Объявляет о передаче на вооружение Дунфен-26 Новую ядерную баллистическую ракету средней и большой дальности Ракета способна достичь цели в радиусе 4000 километров Демонстрация ядерного оружия – это новый виток противостояния Торговая война между двумя крупнейшими державами Официально объявлена и грозит глобальным экономическим кризисом Обвалом рынков потери доверия к доллару Эксперты предрекают резкий передел зон экономического влияния На сегодняшний день вот такие чрезвычайно агрессивные Кардинальные действия Соединенных Штатов Америки Которые можно сравнить со слоном, который попал в посудную лавку Они приводят к серьезной разбалансировке сложившейся ситуации Не только на европейском континенте, но и в азиатско-тихоокеанском регионе То есть мир начинает будоражить, волновать и дестабилизировать И это далеко не всем нравится Алюминий – самый востребованный металл на планете Больше всех его производят в Китае Поднебесная крупнейший импортер алюминия в мире Сразу после Китая идет Россия, затем европейские страны Соединенные Штаты не входят даже в пятерку Но потребляют этого металла больше других стран Примерно половину всего алюминия в США завозят Такой расклад сил, во-первых, очень не нравится американским алюминиевым магнатам Ведь они давно мечтают обогнать конкурентов Во-вторых, повышение цен на импорт явно дает шанс на прибыль дефицитному бюджету США Это некий дисбаланс в мире по стали и алюминию В котором бы Соединенные Штаты Америки хотели бы возглавить некую экономическую корпорацию Вот такую стали алюминиевую И получить от этого баснословные прибыли Смотрите далее Китайская экспансия Как Поднебесная строит торговый путь в обход США И чем их так привлекает в Джибути Сырная лихорадка Как Москве удалось обернуть санкции в свою пользу И почему торговый оборот между Россией и странами Запада только растет Кредитная петля Чем на самом деле занимаются международные ассоциации банков И правда ли, что в их программах спасения экономики само спасение не предусмотрено Президент Ронард Рейлин Трамп не раз признавался, что вдохновляется его примером Дошло до того, что президент-бизнесмен в своей внешней политике Использует те же сценарии, что президент-актер 40 лет назад Почти без правок Некая историческая параллель с деятельностью президента Соединенных Штатов Америки Он пользовался довольно и любовью, и успехом Ему можно подражать Рональду Рейгану Хотя он тоже в свое время объявил 5 минут Империя зла, готовность и ядерный удар по Советскому Союзу Противостояние США против всех уже было в начале 80-х Действия Рейгана в интересах трансконтинентальных корпораций Тогда привели к печальным последствиям Например, для Японии Фактически с 1991 года экономика Японии находится в состоянии стагнации С одной стороны, там достаточно высокий уровень жизни Высокий уровень благосостояния граждан Все вроде бы хорошо Но с другой стороны, вот уже свыше 25 лет Экономика Японии практически не растет Япония в результате торговой войны надолго перестала быть одной из ведущих экономик мира А Советский Союз наоборот Несмотря на трудности, смог сохранить свои позиции на рынке природных ресурсов Это ветка легендарного газопровода Уренгоя-Помары-Ушкард Именно по нему Россия поставляет газ в страны Европы Строительство магистрали велось в начале 80-х годов прошлого века Под беспрецедентным давлением со стороны США Цель та же, что и всегда Страстное желание американцев уничтожить конкурента Всеми силами они стремились помешать Советскому Союзу Стать одним из крупнейших импортеров газа в мире Дело в том, что американцы прекрасно понимали, что Советский Союз подсаживает на свою трубу Они говорили об энергетическом оружии Эффективное энергетическое оружие с мирным эффектом Как раз и являлся трубопровод, который нес в Европу дешевый газ При этом Европа становилась полностью заложником экономическим прежде всего А уже и следственно, и политическим, и военной области Заложником Советского Союза Соединенным Штатам Америки это не нравилось И не нравится и сегодня Сначала точкой давления на Советский Союз Американцы выбрали одного из главных его союзников Польшу Варшава за считанные месяцы погрузилась в тяжелейший политический и экономический кризис Кто помог вполне стабильной республике в нем оказаться? Кто расшатывал там ситуацию? Польша тогда очень активно и длительное время набирала западные кредиты И потом на Польшу началось естественное политическое давление Когда она потеряла возможность эти кредиты платить Декабрь 1981 Внезапно становится очень популярным оппозиционный профсоюз Солидарность Созданный на деньги США Возникают массовые забастовки, что приводит страну к политическому кризису На полтора года в Польше вводится военное положение Внутри страны протесты и аресты Власти пытаются сохранить Польшу социалистической Советский Союз активно поддерживает польское правительство В Варшаву готовы войти советские танки Внутри политической ситуации в Польше, как это часто бывает Использовали Соединенные Штаты Да, это была очень серьезная попытка цветного переворота Да, Польша стояла на грани введения советских войск И введение Ярузельским военного положения По сути уберегло ее тогда от оккупации войсками стран Варшавского договора Потому что вошли бы опять-таки не только советские Мало кто знает, что за события в Польше Москве пришлось очень дорого заплатить И дело вовсе не в политике Советский Союз, конечно, был назван виновником польского кризиса Американцы использовали его для введения эмбарго на поставку в СССР Оборудование для строительства газопровода А также надавили на европейских партнеров Советский газ должен был пойти в Европу По трубопроводам, сделанным из европейских труб И тогда Соединенные Штаты смогли заставить европейские страны Отказаться от выполнения своей части контракта Отказаться от поставок труб большого диаметра в СССР И тогда была создана советская трубная промышленность Которая построила все эти газопроводы Но никакие санкции США не помогли Красный газ старушке Европе оказался нужен больше Чем хорошее отношение с американцами Поэтому европейские страны эмбарго даже осудили И прямо назвали экономическим нападением Но Советский Союз достраивал газопровод под санкцией Снимать их США отказались Уренгой, Помары, Ужгород и сейчас поставляет газ в Европу Труба идет, например, по территории Украины И чем нестабильнее политическая обстановка в Киеве Тем больше у России проблем с транзитом газа Кому это выгодно? Ответ очевиден Соединенным Штатам Америки Пытаются предложить свой газ Сжиженный газ Но, во-первых, еще эта технология не так разработана В Соединенных Штатах Америки Чтобы полностью обеспечить весь европейский континент Это смешно Но при этом Вашингтон уже гонит мутную волну Против России Заставляет захлебнуться в этой мутной воде Европейские государства Лишь бы они отказались Опять возникает конфликт Киевский Майдан 2014 Стал продолжением того самого Экономического нападения Рейгана Ведь устраивать цветные революции В борьбе за рынки сбыта Для США давно обычная практика Это действие мы совершаем ежедневно Четыре цифры ПИН-кода И покупка совершена С каждой суммы, снятой с нашей карты Магазин платит комиссию, банку и операционной системе Которая обслуживает перевод Самые распространенные системы в мире Базируются в США Вероятно, вас это шокирует Но каждый раз, расплачиваясь картой С логотипом американской системы Вы спонсируете новые цветные революции Как это вообще возможно? Это информация в открытом доступе В списке спонсоров ГосД по десятке компаний От платежных систем до самой известной газировки Что же это за список? И для чего уважаемым брендам Марать свое честное имя? Все и так знают, что если убедительно Попросить какую-то корпорацию, она заплатит Хотя бы потому, что корпорация в свою очередь Часто обращается с убедительными просьбами к государству Это во-первых Во-вторых, зачастую у корпорации просто есть Эти интересы в соответствующих точках земного шара И просто они ведут там деятельность Параллельно с государственными структурами Иногда даже опережая государственные структуры Иногда поддерживая государственные структуры На самом деле формально честное имя брендов Вроде бы никак не страдает Ведь они перечисляют деньги не напрямую на цветные революции А на различные фонды помощи демократии, свободы и прав человека Но под такими уважаемыми вывозками Иногда скрываются организации, преследующие совершенно другие цели Захваты рынков и экономическое порабощение Если американцы в этой стране заинтересованы в плане рынка Освоение ее природных ресурсов Вдруг приходит власть, которая не дает американцам зарабатывать деньги На тех условиях, на которых им интересно Как правило, это условие безвозмездной аренды земли Чуть ли не бесконечное пользование природными ресурсами Налоговой льготой и так далее То в таком случае приходит оппозиция Которая говорит, что они недовольны этой властью Находят кучу причин Вы там коммунисты, у вас нет демократии И меняется власть на более лояльную Лояльная власть отменяет все предыдущие законы Американские корпорации входят в эту страну И начинают зарабатывать большие деньги То есть технология предельно примитивна Используется достаточно давно Но есть организации, для которых Развивающиеся страны, те самые Где чаще всего случаются свержения Режимов и цветные революции Основные клиенты И это Всемирный банк реконструкции и развития И Международный валютный фонд Внешний долг Грузии Более 17 миллиардов долларов США Украина на втором месте в мире Среди должников МВФ Больше 20 миллиардов долларов Первая Греция Польша Молдавия Румыния Прибалтика Десятки стран Африки и Латинской Америки В нескончаемых кредитах Как же они в них оказались? Неужели эти страны совершенно не способны Выжить самостоятельно? Что такое МВФ? Это просто огромный банк Да? Значит Поэтому вся вот структура их финансирования Она завязана на то, чтобы государство Один раз попавшее Не могло из нее вырваться Взамен огромных денег МВФ и Всемирный банк Предлагают бедным государствам Принять некие экономические и социальные программы По повышению качества жизни населения Мол, банкиры не просто перечисляют миллиардные транши Они протягивают руку помощи Помогают стране стать богаче Ну и, конечно, для того, чтобы она как можно быстрее вернула долг То, что она получает такие деньги Она не то, что потом их должна вернуть Что, естественно, произойдет Ну, может быть, не прямыми возвратами А там найдут, что забрать, что еще не разворовали А еще, кроме этого, вы обязаны соблюдать определенные правила Которые вам кредитор предъявляет Правила могут быть самые разные От пенсионной реформы, налоговой реформы и так далее Которая, условно, непонятно зачем А нужна интересанта, итоговым владельцам этого банка До продажи сельскохозяйственной земли И еще одно проявление необычной для банкиров заботы Живыми деньгами кредиты не дают Их перечисляют на счета компаний Разворачивающих в опекаемой стране свое производство Ведь это и есть не развращение большими суммами А реальные инвестиции и настоящая помощь экономике Не правда ли? Деньги, которые получают целенаправленно те компании, которые входят в эту страну То есть 5 миллиардов долларов вы на руки не получаете Вы получаете 5 миллиардов долларов, которые получают какие-то автомобильные компании Которые приходят в вашу страну, строят заводы, организовывают рабочие места То есть, по сути, владельцы банка выдают кредит самим себе Однако выплачивает кредит страна, в которую эти банкиры приходят Крайне эффективная схема захвата ресурсов и рынков То, что в конце должник умрет, это уже проблема, а не МВФ Они так и работают То есть, вся система МВФ построена на том, что как только они вам дадут доллар Значит, вы должны знать, что после этого вы вернете тысячу, а в конце сдохнете Значит, в худшем случае государство доводится до дефолта И тогда опять приходит тот же самый МВФ и говорит Мы будем представлять у вас внешнее управление То есть, вы довели себя до экономического краха Теперь мы будем учить вас, как правильно жить дальше 90-е годы Программы спасения от Международного валютного фонда Взамен кредитов активно реализует Россия Реформы во всех значимых сферах жизни От образования до медицины Но шоковая терапия экономики оказалась провальной И привела к еще большему обнищанию россиян Мы смогли расплатиться практически со всеми кредитами Смогли заработать деньги, смогли построить независимую экономику А как хотели американцы, чтобы это развивалось Когда приходят частные, условно частные компании Которые разворовывают национальные достояния Национальные богатства, нефть, газ Ну, все, что в основном ценится И это крупное, что известно На самом деле пришли там и на алмазы, и на уголь И на сельскохозяйство приходили компании И потом, уходя от налогов Через офшорные зоны Зарабатывают деньги Государство практически ничего не получает Государство бедное, нищее А компании растут, зарабатывают деньги Украина Яркий пример из жизни страны, погрязшей в кредитах Прилатки магазинов теперь ломятся от товаров Из других, более развитых государств После подписания соглашения о едином экономическом пространстве С Евросоюзом и первых траншей МВФ Страну, например, завалили чужой и не слишком качественной едой Ведь в рамках соглашения, к примеру, отменили сертификацию продуктов Евросоюз идет дальше И уже требует у Киева Разрешить продажу земли и экспорт леса Тем временем сама Украина Всего за месяц исчерпала бесплатные годовые квоты На поставку своих продуктов в Евросоюз Все, что она будет экспортировать дальше Облагается огромными налогами Так кто здесь в выигрыше? Я не знаю, как украинцы выживают Я даже не понимаю Ну, пока что объяснение такое Что якобы практически каждый горожанин там имеет родственников в деревне Ну да, в деревне, за счет деревни можно как-то выжить Но ведь квартиру-то имеют люди в городе Надо платить за квартиру, за газ, за свет А у них практически нет этого ничего Ситуация чрезвычайно плохая Насколько я знаю Мне кажется, что они подошли к пределу Вот-вот полное обрушение и дефолт Но как быть, если страна так просто на условия кредитования не соглашается? Тогда в дело вступают все те же борцы за демократические ценности Мягкая революция, грубое свержение правительства Или даже убийство лидера Арабская весна 2011-го Почти одновременная серия массовых протестов на Ближнем Востоке и в Северной Африке Египет, Тунис, Ливия, Йемен, Сирия, Алжир, Бахрейн Мало кто знает, что общее число жертв волнений По некоторым оценкам доходит до 650 тысяч человек Ситуация развивается по одной и той же схеме Сначала массовые демонстрации и забастовки На которые участники собираются вместе с помощью социальных сетей Затем правительство принимает контрмеры Столкновение с военными льется кровь Правда результаты арабской весны не во всех странах оказались удачными для организаторов Но в пяти из двадцати свергнуты или ушли в отставку руководители государства А в благополучных Ливии и Сирии конфликт перерос в многолетнюю войну В первую очередь это попытка поставить под контроль все возможные альтернативные источники И пути доставки энергоносителей в Европейский Союз С которым в это время Соединенные Штаты начали вступить в жесткую экономическую конкуренцию уже Ближний Восток и Северная Африка Территории с крупнейшими запасами нефти в мире Лакомый кусок для транснациональных нефтедобывающих компаний Арабская весна не просто дестабилизировала этот регион Она убрала с дороги серьезных конкурентов, например Ливию Ливийское государство добывало нефть, ливийское государство их продавало И потом во время государственного переворота в Ливии эти деньги государственные, подчеркиваю, нам называли авуарами Каддафи Которые были, естественно, находились в западных банках и исчезли в неизвестном направлении То есть кто-то провел экспроприацию ливийской собственности Сегодня нефть добывает частично какие-то вооруженные формирования, частично то, что называется сегодня ливийским государством Священная война за черное золото в мире продолжается десятилетия Годы идут, а методы ее ведения не меняются Интересы крупного бизнеса продолжают обслуживать государственные разведки Мы должны вспомнить, что совсем недавно на Ближнем Востоке и Пакистане было очень мощное светское движение Было очень много левых движений партий, коммунистических партий Они практически все были уничтожены Вместо светского арабского национализма и левого движения Мы видим сейчас целый спектр экстремистских исламистских течений, которые спровоцированы Соединенными Штатами Смотрите далее Морской бой затрескал Почему морепродукты все чаще портят отношения между странами И как маленькой Исландии трижды удалось победить Великую Британию Терроризм как доходный бизнес? Кто покупает нефть у сирийских боевиков? Он убил твоих родственников Проголосуй за него Почему одна из крупнейших компаний в мире поддержала самого жестокого диктатора современности? Большому бизнесу нужен стабильный рост доходов Ради этого он легко может организовать любую войну Но обычная война ограничена территорией Ее итог не всегда предсказуем А, к примеру, террористов можно обнаружить там, где удобно И точно так же о них можно забыть Борьба с терроризмом это политический лозунг Который выдвигает американское правительство Корпорации не выдвигают лозунга Они занимаются другими вещами борьбы с терроризмом Они просто используют политику Соединенных Штатов Для того, чтобы реализовать свои интересы Шейхи Саудовской Аравии Еще недавно в США клеймили их как спонсоров Аль-Каиды Той самой террористической организации Которая взяла на себя ответственность за страшнейший в истории Америки теракт 11 сентября Но вот неожиданный поворот Это кадры из недавней ночи удачной поездки Дональда Трампа в Саудовскую Аравию Итог, оборонные контракты на заоблачную сумму 380 миллиардов долларов Тот факт, что Америка будет продавать свое вооружение террористам Трампа совершенно не смущает Ничего личного Только бизнес Он, как бизнесмен, везде видит выгоду И политику ведет, может быть, не столь филигранно Но в интересах американского бизнеса Под эгидой антитеррора вообще можно позволить себе многое Например, превратить страну в руины и уничтожить ее президента Эти караваны машин Едут по самым опасным дорогам в мире, сирийским Сейчас их снимает российский бомбардировщик Все эти грузовики везут нефть Главный источник дохода запрещенной в России организации «Исламское государство» На продаже нефти Игиловцы зарабатывали до 50 миллионов долларов в месяц Провинция Дер-Аззор на востоке Сирии Это самый большой нефтяной регион в воюющей стране Именно отсюда идут караваны с нефтью В Сирии в настоящее время нефть добывают, к сожалению, игиловцы В руках правительства не более 10-12% нефтяных источников Любые попытки отвоевать эти нефтяносные месторождения Пока не увенчались успехом Эрдоган, президент Турции К сожалению, поддерживает весь этот канал Как бы, если выражаться криминальным языком Крышует этот канал И нефть уходит потом из турецкого порта Ирак, 30 декабря 2006 года На рассвете за несколько минут до 6 утра по местному времени Приведен в исполнение смертный приговор Бывшему президенту Ирака Саддаму Хусейну Обвинение Поддержка террористов Преступления против человечества Он 24 года был руководителем страны Которая обладает вторыми по величине Запасами нефти в мире Война в Ираке, которую американцы развязали ради нефти Оказалась для них тяжелой И не такой выгодной, как они рассчитывали Американцы собирались приобрести себе всю нефть Однако мы видим, что их планы Не сказать, что они полностью не удались Но они не совсем удались Да, действительно, американцы добывают нефть в Ираке И снимают сливки с этого доходного бизнеса Однако полного контроля они не получили Американцы выбили войска из Ирака только в 2011 Оставив одно из самых богатых нефтегазоносных государств Ближнего Востока В руинах Однако ушли только военные Восстановлением дорог и коммуникаций остались заниматься американские фирмы А добыча ресурсов пусть и не всех, а только части Крупнейшие компании, название которых у всех на слуху Август 2010-го, Гаагский трибунал Там за толстыми стенами дают показания мировая знаменитость Черная пантера, Наоми Кэмпбелл В Гааге судят за преступления против человечества Но какое отношение к ним имеет супермодель? В зале нет фото и телерепортеров Накануне появления в Нидерландах чернокожая звезда в судебном порядке Добилась запрета массовых съемок И категорически отказалась отвечать на вопросы журналистов Зачем? Чего ей бояться, если она всего лишь свидетель? Все дело в том, что за стенами суда Наоми признается, что получила роскошный подарок Ценой в миллион долларов Подарок, от которого она не смогла отказаться, сделал ей Настоящий людоед Похоже, агенты и пиарщики посоветовали модели максимально дистанцироваться Никаких ассоциаций с подсудимым Ведь мало кто может сравниться с ним в вопиющей жестокости Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор Массовые убийства Расчленение живых людей Каннибализм Продажа детей в сексуальное рабство Втягивание их в войну Обо всем этом на суде рассказывают свидетели Но главные обвинения, предъявленные Тейлору в Гааге Поддержка гражданской войны между Сьерра-Леоной и Либерией И незаконная добыча и скупка алмазов Третьи страны мира Их территории – настоящее поле битвы для трансконтинентальных корпораций Гражданские войны, свержение правительств, геноцид, предательство и вероломная ложь Ради доступа к ресурсам в ход идет все И часто речь не о драгоценных камнях, нефти или газе А о гораздо более дешевом сыре Жители развитых стран и не догадываются, какой ценой Та или иная вещь оказалась на витрине их районного супермаркета Им не вдомек, что даже привычные товары Попадают туда ценой многих человеческих жизней Ведь ради прибыли корпорации готовы на все Однако среди крупных компаний есть и те Чьи способы ведения торговой войны внешней войной не выглядят Скорее масштабной благотворительностью Но на самом деле такая помощь превращает народы и целые страны в рабов И больше других в этом преуспел Китай Они именно, понимаете, под прикрытием экономики Захватывают геостратегические позиции в Африке Чтобы когда они нарастят военные мускулы Морские, это будет в 2020 году Вот мы с вами их не узнаем, я вас уверяю И риторика, и действия будут совсем другие Наполеон в 1800 году сказал Китай спит и слава богу Если он проснется, содрогнется весь мир Вот мы с вами примерно на пороге этих событий Американские политики то и дело докладывают в Конгрессе Китай без боя захватывает Африку Бизнес из США фактически потерял свое влияние на черном континенте Китайские деньги в каждой стране Товарооборот с Африкой более 200 миллиардов долларов в год По прямым инвестициям они обошли Соединенные Штаты в Африку Уже где-то там лет 8 тому назад Никакой крови Это американские и европейские корпорации Устраивают войну и революцию Китайские просто инвестируют Но по сути покупают страну Вопрос такой Вот вы президент Ганна Вам денег сколько надо Чтобы вы работали по нашему свистку Нет, вы не стесняйтесь 200 тысяч дадим Вот лично вам Так, это министр Нет, министру не 200 Министру 80 Видите, вот у них такая дубовая абсолютно психология Что всех можно купить Что у людей, ну, нет каких-то убеждений Там, я не знаю Что вот отдал деньги Они будут делать все, что угодно И американцы, и Советский Союз Они, как понимаете, действовали совсем по-другому Абсолютно Ноябрь 2016 События из ряда вон Генно-модифицированный хлопок выдворен из Буркина-Фасо Власти страны внезапно подсчитали убытки Гомо-хлопок дает меньше урожая, чем обычный Вот ведущая новостей сообщает Что ее страна теперь требует компенсации За некачественные семена У огромной транснациональной компании Монсанта Буркина-Фасо даже собирается судиться Корпорации могущественнее в мировом сельском хозяйстве, пожалуй, нет Монсанта базируется в США И является лидером планетарного масштаба Генно-модифицированное зерно Кукурузу, сою, хлопок, картофель и многое другое Выводят в этих лабораториях За последние 20 лет Компания активно поглощала Десятки зерновых компаний по миру И тем самым лоббировала производство своих продуктов Производство удобрений и пестицидов Для применения их и внедрения их в сельском хозяйстве Многие государства ввели специальные законы По которым упрощалась закупка В том числе и за государственные деньги Удобрений и гербицидов, производимых этой компанией Гербициды провоцируют раковые опухоли у людей и животных В ГМО-продуктах, произведенных Монсанта, найдены опасные вещества Десятки судов подтвердили вину компании Ее интересует не здоровье людей, а деньги Во всем мире проходят акции протеста Компания Монсанта имела амбиции И имеет их до сих пор в части захвата рынка И его полной монополизации Сельскохозяйственные эксперименты в Африке Монсанта ставят давно Их очередной жертвой и стала Буркина-Фасо Закрывающая список беднейших государств планеты Страна попросту зависела от корпорации Экспортируемый хлопок чуть ли не единственный источник ее дохода Но что же произошло? Откуда у нищего африканского государства взялись ресурсы На сопротивление транснациональному монстру? Ответ оказался прост Хлопковый рынок в Буркина-Фасо решила захватить китайская компания И она помогла властям страны Организовать компанию по смене торгового партнера Китайцы говорят, видите, вы на крючке, да? Если они вам семена не будут поставлять Свои геномодифицированные А мы нет Нам не надо никаких геномодифицированных семян Выращивайте, что хотите Мы вам дадим кредиты Потом все это закупим Вывезем через порт Дакар Все хорошо Плюйте на этих американских колонизаторов Китай даже разработал специальную программу Помощи африканским производителям хлопка-сырца Кроме Буркина-Фасо в нее вошли бенин, мали и чат Суть проста Мы вам семена, технику и удобрения И обучение персонала А вы продаете урожай только нам И это сработало Сегодня Китай вывозит из Африки хлопка больше, чем любой другой аграрной продукции Это хлопковый рай То есть Китайская Народная Республика считает Что вот эти все страны Гана Буркина-Фасо Мали Это их огромная хлопкая плантация Которая Китая нужна Так как Китай, ну вы сами знаете Занимает там одни из лидирующих позиций Производство текстиля Через несколько месяцев после скандала в Буркина-Фасо Ожидаемо произошел государственный переворот По мнению экспертов Так американцы пытались вернуть свое влияние Однако производство генно-модифицированного хлопка восстановлено не было А это Джабути Здесь расположен один из ключевых портов континента Основной источник дохода небольшого государства Фактически принадлежит китайцам Инвесторы из Поднебесной с 2009 года Строят собственный морской шелковый путь В обход США и других стран И это не нравится не только американцам Но и богатым шейхам Персидского залива В Джабути расположен опять вот прямо точно на входе из Индийского океана в Красное море То есть полный контроль Советского канала Кстати это единственная страна На удивление где рядом буквально в трех километрах от китайской базы расположена единственная пока Крупнейшая военно-морская база знаете кого Соединенных Штатов Америки Которая расположена там тоже по этой же причине Понимаете с целью контроля Советского канала Американцы даже между прочим упрекали китайцев Что когда их самолеты американские садятся в аэропорту Джабути У них база примерно в аэропорту То китайцы с своей базой лазерами пытаются слепить пилота Школы, больницы, дороги Другая инфраструктура Китайский бизнес не просто финансирует цельевые страны Но и восстанавливает их после войн Никакого кровопролития Исключительно цивилизованный подход Однако уже ясно, что у этой бизнес-экспансии с человеческим лицом Есть обратная сторона С начала 2000-х сюда переселилось больше миллиона китайцев Мелкие бизнесмены, специалисты средней руки Заняли рабочие места африканцев А засилье товаров из Китая фактически убило местное производство Тихая война по порабощению африканской экономики уже достигла пика Сырье для своего производства Единственное, что нужно от черного континента под небесный В настоящее время с экономической точки зрения Экономика Китая примерно соответствует американской Темпы ее роста несколько снижаются Но если посмотреть достаточно далекую историю Вот в средние века То в средние века Китай обладал примерно третью мирового ВВП Сейчас по разным оценкам около 20% Поэтому у Китая есть еще заметный потенциал роста Ну вот если так вот смотреть на несколько десятилетий вперед То скорее всего где-то примерно раза в полтора Небольшая и недорогая война бизнесу только на пользу Похоже именно под таким девизом долгое время в Африке работали трансконтинентальные корпорации Смерть и разруха в стране означают гигантские доходы Которыми фактически ни с кем не надо делиться Никаких правил Просто забираешь все деньги себе Смотрите далее Морской бой за треску Почему мыльпродукты все чаще портят отношения между странами И как маленькой Исландии трижды удалось победить Великую Британию Бананы которые приносят смерть и нищету Какая она обратная сторона выращивания Самого популярного фрукта в мире Сколько на самом деле стоят лучшие друзья девушек И как весь мир пал жертвой маркетологов бриллиантовых корпораций Чарльз Тейлор убил твоих родителей Проголосуй за него Под этим девизом он стал президентом Либерии При внимательном прочтении биографии Тейлора Обнаруживаются и другие поразительные вещи Бывший полевой командир Это стало известно в ходе суда Работал на разведку США ЦРУ обнародовало 42 эпизода сотрудничества Зачем американские разведки ручной Африканский диктатор понятно Но кто еще стоит за этой дружбой Кому она выгодна И снова трансконтинентальная корпорация На этот раз Диберс Компания вступала в картельные сговоры С руководствами разных государств Для того, чтобы вести разведку и добычу алмазов На их территории Также эти государства получали Чиновники, точнее, получали взятки Благодаря которым вход других компаний Из, например, Европы, США Или бы евразийского континента Был закрыт То есть по факту компания монополизировала Национальный ресурс суверенного государства Это кадры голливудской драмы Кровавый алмаз Леонардо Ди Каприо играет контрабандиста Промышлявшего в Сьерра-Леоне и Либерии В 90-х во время Гражданской войны По сценарию вооруженный конфликт Подогревает корпорация Тиара Даймонд Компани И главная причина конфликта Алмазы Фильм основан на реальных событиях Два государства, раздираемые смертью на куски Богаты на месторождение самых дорогих камней на планете Прииски разрабатываются с начала прошлого века И долгое время в мире существовала всего одна корпорация Которая вывозила алмазы из этого региона Британская южноафриканская Дебирс Сейчас компания была вынуждена уступить От 35 до 45 процентов африканского рынка Но в любом случае компания остается большим монополистом Она влияет на рыночную экономику Влияет на цены на сырье И, собственно говоря, с счетов ее списывать Мягко говоря, еще рано Это сейчас владельцы компании Всячески декларируют в прессе Своё уважение к порядку В Либерии и Сьерра Леоне Мол, как можем, оберегаем страны от войны Но несколько лет назад они и же признались Корпорация поддерживала и даже контролировала Незаконную добычу и скупку кровавых алмазов Это компания, которая в основу своей философии Вложила неоколониальные амбиции Именно погоня за чистой прибыль Развязала ей руки в части устраивания гражданских войн Поддержки радикальных организаций И сегодня многие африканские страны До сих пор расплачиваются за ту эпоху Которую принесла с собой эта корпорация Конго, Судан, Сомали, Ангола Это даже не полный список самых богатых И одновременно самых нищих стран Африки Огромные запасы нефти, газа, минералов, золота Редкоземельных металлов Но уровень жизни людей – крайняя бедность Ситуация в обществе на грани Или в процессе гражданской войны Кому всё это удобно? Вопрос риторический Тем, кто извлекает из этого максимальную пользу Конго считается, по оценкам ООН, считается одной из самых нищих стран Если не самой нищей страны Хотя подчеркиваю, там, например, так же, как и в Буркино-Фасо Гигантское количество природных ресурсов Это, если только, например, упомянуть Алмазы промышленные и ювелирные То Конго может стать практически монополистом Для всего мира А что касается урана, золота, тантала, палладии и прочее Другое дело, что действительно Транснациональные корпорации Добывают только то, что им нужно Вот на данный конкретный исторический период В этом вся трагедия этих стран Мешочек с мелкими и грязными алмазами От диктатора Чарльза Тейлора Признаётся Науми Кэмпбелл Она отдала на благотворительность Хотя её подруги утверждают другое Супермодель хвасталась им не мелкими камнями А огромным алмазом Судьба его Так и осталась неизвестной В апреле 2012-го Людоеду Чарльзу Тейлору Дали 50 лет тюрьмы Война, которую он активно поддерживал Унесла как минимум 120 тысяч жизней Столько крови и смерти Ради алмазов Знают ли они девушки, когда называют бриллианты Своими лучшими друзьями? Песни из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» В исполнении секс-символов всех времён Берлин Монро Как апофеоз, пиар-компании бриллиантов Сотрясавшей Америку с 30-х по 50-е годы прошлого века Спонсорами дорогой многолетней рекламы Были всё та же компания «Дебирс» и её клиенты Ювелирные бренды Был такой слоган «Diamonds are forever» То есть бриллианты – это навсегда Придумали идею вот эту вот Как продвигать И дальше началось формирование общественного мнения Ювелирные эти изделия были Как скажем, использованы В кино На знаменитостях В частности, по-моему, «Дебирс» уговорил членов королевской семьи Носить бриллианты на их какие-то там церемонии Звёзды, политики и другие известные персоны Они и сейчас в бриллиантах Но самой главной маркетинговой удачей Стало формирование стойкой ассоциации в головах у обычных девушек Компании удалось Как сказать Связать с бриллиантами Увязать такую вещь, как чувство То есть они упаковали в этот бриллиант чувство человека То есть что волнует людей? Чувство, любовь А что является таким вот основополагающим? Брак, любовь, семья И вот они, вот эти все понятия базовые Увязали с бриллиантом Кольцо с камнем в несколько карат на помолвку Благодаря усердной работе маркетологов Стало обязательным ритуалом Хочешь жениться? Обязан дарить Красивая традиция, обратная сторона которой Кровь и смерть в Анголе, Либерии и Сфера Леона Еще один громкий, очень удачный пиар-проект Транснациональных корпораций Бананы Такими роликами с начала 50-х годов То есть с наступлением эра телевидения Атакуют американцев Неудивительно, что банан Быстро стал самым популярным фруктом В этой стране, а потом и в мире Как случилось, что чужой для широт Европы, США и России фрукт Стал таким родным Ведь большинство жителей России ежедневно употребляют их в пищу Бананы нравились Сталину И даже он поручил, по-моему, своим министрам Купить их, начать закупки Ближе уже к 60-м Началась вот такая вот активная, опять возобновилась торговля И основным поставщиком был Китай, потом был Вьетнам Мы поставляли им вооружения Поставляли там какие-то там свои товары И они просто так с нами рассчитывались бананами Давно ни экзотика, ни редкость Советские очереди за бананами остались в прошлом Вот они Дешевле местных огурцов и помидоров Но мало кто знает, что за бананами Давно закрепилась репутация фрукта, обогренного кровью Сто миллиардов тонн Столько бананов ежегодно съедается на планете И почти все из них выращивают в Африке и Латинской Америке В условиях войны, голода и крайней нищеты Для многих тропических стран бананы являются стратегически важным предметом экспорта Это культура, которая легко адаптируется к самым разным почвенно-климатическим условиям Относительно простая с точки зрения возделывания В то же время это продукт, который достаточно дорого стоит и хорошо продается в развитых странах На их продаже держатся государственные бюджеты Они обеспечивают рабочие места Но сами плантации бананов чаще всего странам не принадлежат Миллиарды долларов идут в карманы владельцев фруктовых компаний Они главные хозяева банановых республик Этот ролик в 50-х годах прошлого века сделал печеные бананы блюдом, знакомым каждому американцу В 1953 году за ужином американские семьи следили за новостями из Гватемалы Власть в стране, которая поставляет им бананы, захватывает Советский Союз Чтобы не допустить этого, Соединенные Штаты вынуждены бомбить гватемальские города На самом деле все снова не то, чем кажется Просто новый президент Гватемалы хотел было национализировать, то есть вернуть крестьянам банановые плантации Но фруктовую корпорацию United Fruit Company такой поворот событий не устроил Национализация приходила не так, как в 1917 году в России, когда пришли и отобрали А их выкупали земли Причем выкупали земли по большей цене, чем они стоили по кадасту По сути ничего не произошло Компания как выращивала там фрукты, так и продолжала выращивать Единственные земли, которые не использовались, они были национализированы Это не очень устроило владельцев по одной простой причине, что еще в 1901 году они получили эти земли По очень льготным условиям практически не платили налогов на 99 лет в аренду United Fruit Company принадлежала почти половина всех земельных угодий Гватемалы Никаких налогов в бюджет, в подчинении весь транспорт и коммуникации Президент Хакуба Арбинс собирается изменить ситуацию В ответ мощнейшая в мире фруктовая корпорация использует проверенный способ решения подобных проблем Государственный переворот Кто может организовать его лучше, чем ЦРУ? По факту ситуация начала разворачиваться в обратном цикле Когда United Fruit было выгодно, чтобы на территории страны-резидента, где они ведут ту или иную промысловую деятельность Была нестабильная ситуация до тех пор, пока они не монополизируют рынок бананов Агенты СРУ быстро обнаружили в Гватемале коммунизм И диагностировали вмешательство Советского Союза в дела другого государства Но исторических подтверждений этого не существует В те дни внимание СССР еще не распространялось на Латинскую Америку Это была ложь в угоду бизнес-интересам Да, ну тогда это было вообще общим местом Американцы защищали мир от коммунизма Поэтому неудивительно, что на своем заднем дворе в Латинской Америке Они в это время вообще творили, что хотели И, кстати, в Чили они тоже переворот Пиночета поддерживали под предлогом Не поддерживали его, а организовывали под предлогом противостояния коммунистической угрозе Банановый рай обернулся адом Гражданская война, репрессии, аресты Подровная деятельность партизанских отрядов И 200 тысяч человеческих жизней Все ради одного Власти над плантациями бананов Если не ошибаюсь, около 20 миллионов долларов Было потрачено на подготовку только к перевороту А по тем временам 20 миллионов долларов Это очень приличные деньги В итоге несколько, пару лет У них были какие-то локальные конфликты Использовалась авиация, даже бомбили И в итоге президент был смещен Естественно, пришедшая новая власть Она отменила все распоряжения предыдущей власти А отдала обратно Американской корпорации все земли Более того, дала им еще больше возможностей полнобойки Чем у них было до этого Дав абсолютно льготные условия Скажите, забирайте все, что хотите Работайте у нас Вы такая замечательная страна United Fruit Company сегодня называется по-другому Но на нее все так же За гроши Работает население десятков беднейших стран Сегодня мировой рынок бананов поделен между четырьмя крупными трансконтинентальными корпорациями И они продолжают воевать за новые рынки сбыта Идут довольно кровопролитные торговые войны между производителями бананов По сути, свыше 20 лет Вот с 91 по 2012 год Шли сложнейшие арбитражные разбирательства в рамках ВТО Когда производители из разных стран лоббировали либо снижение, либо повышение таможенных пошлин При поставке своей продукции в развитые страны 23 февраля 1976 года Холодные воды Северной Атлантики Исландский патрульный катер «Один» таранит британский фрегат «Сцила» Это война Смотрите далее База НАТО как разменная монета Как знание собственных преимуществ помогло Исландии трижды победить Великую Британию? 130 миллиардов евро потери Евросоюза Как контрсанкции против США и Европы спасли российское сельское хозяйство? Игра в свои ворота Как поставщик туалетов для Вашингтона оказался под санкциями против России? И при чем тут планы американских газовых корпораций по захвату мира? Маленький остров Исландия Население 300 тысяч человек Военный флот отсутствует В арсенале всего несколько патрульных катеров Но огромная Британия проиграла маленькой Исландии не одну, а целых три войны Трижды ее вооруженные до зубов корабли разворачивались и уходили в свои территориальные воды Как такое могло произойти? Был один погибший, скорее даже случайно, во время столкновения Любое столкновение между военно-морскими силами всегда чревато какими-то потерями Поэтому формально один погибший был Небольшие разрушения судов были Но до серьезной войны дело не дошло Треска Фактически единственное, что Исландия продает другим странам На этом продукте строится весь государственный бюджет Но рыбы в территориальных водах все меньше Основные конкуренты, английские рыбаки, увозят тонны улова в свои порты И Исландия решается на дерзкий шаг Радиус территориальных вод увеличен с 4 до 12 миль Таков результат первой войны Второе столкновение расширило исландскую зону вылова до 50 миль Третье до 200 И каждый раз Британия соглашалась на любые условия Мир вздрогнул от вероломства маленького острова Морепродукты Их добыча по всей планете давно сравнима с масштабной войной В морях, океанах то и дело происходит столкновение стран за ресурсой Ведь промысловые рыбы все меньше, а некоторые виды уже на грани исчезновения Индийский океан Тунцовая война между Японией и Австралией Фолклендские острова Аргентина и Великобритания делят вылов кальмаров Атлантика Палтусовая война Испании с Канадой И война из-за нерки между Канадой и США Их главное оружие шантаж и угрозы Победу в торговой войне между Исландией и Великобританией одержали не корабли, а политики Но что может сделать вся дипломатия крошечной Исландии против могущественного соседа? Оказалось, нужно просто знать свои преимущества Исландия пустилась во все тяжкие шантажируя И не кого-нибудь, а саму организацию НАТО Североатлантический блок Почему? А дело в том, что со времен Второй мировой войны Исландия и ее, так сказать, подопечные территории Гренландии Они оказались базами для Соединенных Штатов, а впоследствии для НАТО Исландия начала открыто заявлять Не поможете нам в борьбе с проклятой Англией Выйдем из НАТО И это сработало Английские фрегаты вернулись в порты приписки А Исландия увеличила свои территориальные воды до 200 миль Интересы трансконтинентальных корпораций часто важнее экономики отдельной страны Такого мнения, похоже, придерживаются европейские политики Ведь антироссийские санкции США уже нанесли бюджету Евросоюза серьезный урон Но от поддержки разорительных ограничений он так и не отказался 13 сентября 2017 года, Женева Заседание ООН по правам человека На повестке дня оценка эффективности санкций, введенных после присоединения Крыма Цифры, которые там озвучили, потрясают К концу 2017 года Европа потеряла от ограничений примерно 130 миллиардов евро Россия в три раза меньше Эти санкции Евросоюзу абсолютно невыгодны Насколько мне не изменяет память, я примерный цифр и порядок Что с Европой у нас товарооборот был до 2014 года порядка полутриллиона А со Соединенными Штатами он был всего лишь 50 миллиардов Это 10% от товарооборота с Европой И Соединенные Штаты, конечно, не сильно беспокоены отношениями с Россией экономическими Ответные санкции запрет на ввоз продовольствия из Европы, хотя оказались болезненными Но сыграли на руку российским агрохолдингам и местным производителям еды В 2017-м Россия стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна Западные сельскохозяйственные компании, корпорации глобальные захватили весь наш рынок И нашим фермерам, нашим колхозам и совхозам, которые еще остались Нереально было с ними конкурировать ни по каким признакам И только из-за контрсанкций мы сейчас смогли возродить наше сельскохозяйство В разы выросло производство готовых продуктов, например, сыра Европейские рецепты в ходу у российских фермеров Контрсанкции для них оказались подарком судьбы Весь мир идет по пути защиты рынка Санкции, они подняли на одном из щит, из-за которых мы защищены от конкурентов С которыми мы не можем конкурировать до сих пор Немецкие фермеры получают 400 евро дотации на гектар Французские 500 евро Россия огромная страна И даже если там перестать строить танки, перестать платить врачам Все это после сельскохозяйства не хватит Потому что мы гораздо больше, чем они Нам нужно, нас только нужно неоспаханных полей 40 миллионов гектаров И без санкций мы не конкурентоспособны Там очень дешевое молоко Они искусственно субсидируют его Чтобы держать мир под своим контролем за продуктами питания И мы можем от этого избавиться И если санкции сейчас отменят Для нас это будет катастрофа Еще одна серьезная статья доходов, которой лишился бизнес Евросоюза Это импорт фруктов и овощей До российских контрсанкций Европа главный поставщик витаминов в Россию А теперь их везут из других стран Первое место Турция Второе все тот же вездесущий Китай Именно оттуда экспортируют яблоки и цитрусовые Российский рынок освободился как будто специально для них Наш аграрный сектор, слава богу, стал с четверенек Даже не на колени, а уже в полный рост Стал и в состоянии много экспортировать В частности молочка очень большой популярностью пользуется в Китае Наша молочка Мороженое, сливочное масло, некоторые виды мяса Вот так они решают свою проблему Взамен, взамен Они Насыщают, пытаются по крайней мере насытить Наш рынок Фруктами и овощами Однако если копнуть глубже Все снова не то, чем кажется Ведь на самом деле ни санкции, ни продовольственная эмбарго Не только не разрушили отношения России с Западной Европой Но и укрепили их Пока политики произносят громкие обвинительные речи Бизнес делает деньги Это сенсационные данные В начале 2018-го Россия торгует с Европой больше, чем пять лет назад Немецкие политики в 2014-м публично поддержали заградительные меры против России Но к 2018-му товарооборот между странами уже достиг невиданных ранее цифр 25 миллиардов евро Как такое возможно под такими тяжелыми санкциями? И в чем же подвох? А там-то Практически вся экономика ЕС Это экспортно-ориентированная экономика Если им некуда сбывать Например, сельское хозяйство Ни свинина, ни масла, ни молочный продукт не идут Ни сыры не идут Что им делать? Фермеры разоряются один за другим В той же самой Дании, в Германии, во Франции Греция, так сказать, чуть ли не на коленях Приползла к Путину Пустите нашу клубнику Оказалось, сами европейские страны И тем более крупные западные компании Попросту не готовы терять день И теперь сотни адвокатов изучают каждую букву Санкционных указов, чтобы их обойти Организовываются компании-посредники Переписываются условия контрактов Фокус с санкциями, похоже, сработал не так хорошо Как хотелось бы американцам Европа Европа, конечно Частично научилась обходить эти санкции Да, безусловно, Европа может оказаться под вторичными санкциями Но опыт накоплен Европой уже достаточно серьезный Потому что, скажем, европейские некоторые компании и банки Наказывали за то, что они участвовали прямо или косвенно В сотрудничестве с Ираном, с Кубой, с Северной Кореей Но, тем не менее, все-таки европейские бизнесы продолжают такую практику Естественно, эта практика совершенствуется Но от санкционных решений администрации США страдают простые американцы В том числе и работники государственных учреждений Вашингтон, апрель 2018 Жертвами новых санкций Трампа стали сотрудники национальной аллеи В главном музейном комплексе столицы США сломались дорогостоящие туалеты И ремонтировать их оказалось почти невозможно Служащим полтора месяца пришлось пользоваться переносными устройствами Дело в том, что поставщик оборудования для туалетов Вашингтона Тоже оказался под американскими ограничениями против России Россия и Запад научились работать в условиях санкций И западному бизнесу Россия нужна И от этого никуда не деться Санкции против России не принесут желаемого эффекта Утверждают эксперты И причина именно в бизнесе, интересы которого Дональд Трамп так рьяно отстаивает И европейцы, они опять-таки деньги считать умеют Они понимают, что российские предложения Они сейчас уже не только российские, они уже можно сказать российско-китайские Они материально крайне выгодны для Европы То есть они на этом деле будут тоже зарабатывать и зарабатывать много А теряют только Соединенные Штаты Это новый российский газопровод Силы Сибири Он идет не на запад, на восток Пекин и Москва подписали соглашение, которое очень невыгодно американским газовым компаниям По нему Китай 30 лет будет покупать газ у России Общая сумма контракта 400 миллиардов долларов Сила Сибири дает китайцам возможность в случае обострения отношений С странами такими как Япония, Южная Корея, Соединенные Штаты Обеспечивать поставки газа бесперебойно Все дело в том, что газовые компании США вышли на внешний рынок Еще недавно это было сродни фантастики, потому что слишком дорого Но появление технологии по сжижению газа Значительно удешевило его перевозку на большие расстояния Во-первых, они работают над снижением своей себестоимости Сжижного природного газа Во-вторых, они построили хабы по поставке СПГ И через Польшу, и через страны Скандинавии И планируют проведение веток и через Катар И возможно в случае, если Соединенные Штаты Америки Удастся оказать давление на Россию на театре военных действий На Ближнем Востоке, в частности в Сирии То будет возможность проведения соответствующего газопровода И с Ближнего Востока на территорию Южной Европы Что также отсечет Россию от этого возможного экономического и политического давления За последние 10 лет американские газовые корпорации Пережли взлеты и падения От успеха к разорению и снова к успеху В 2009-м они лидеры по добыче голубого топлива в мире Правда, тогда весь поднятый на поверхность газ Идет не на внешний, а на внутренний рынок Причем кроме обычного природного Американцы добывают и дорогой сланцевый Увозить его с континента астрономически дорого В 2012-м цена на газ падает И проекты сворачивают по всей Америке Компании терпят миллиардные убытки и разоряются одна за другой В 2017-м в США новое газовое возрождение В том числе и из-за него Дональд Трамп идет ва-банк И так бесцеремонно продвигает интересы аффилированного бизнеса Для американцев жиженый природный газ и сланцевая нефть Это по сути близкие технологии с точки зрения экономики и развития То есть они дороже, чем классические методы добычи Но в Америке это есть, они умеют это добывать Поэтому, естественно, они будут это использовать Там себестоимость добычи достаточно высокая Но при цене на нефть 70-80 долларов за баррель Это становится вполне себе рентабельным То есть та цена, к которой мы сейчас приблизились на нефтяных рынках 20 мая 2018-го Торговая война США с Китаем закончена Поднебесная предлагает пакет мер помощи США На 253 миллиарда долларов Экономисты всего мира вздыхают с облегчением 30 мая 2018-го Трамп снова объявляет войну И вводит все запланированные пошлины против Пекина Попытка договориться успехом не увенчалась Злые языки утверждают, что Трамп пошел на попятную Из-за шквала критики прессы в непоследной политике Однако на самом деле лоббистов транснациональных корпораций Предложенные отступные в 250 миллиардов долларов не устроили Перспективы, которые открываются для них После введения огромных пошлин на китайские товары Им нравится куда больше Эта борьба фактически получилась борьба с конкурентами Совершенно новой модернизации Совершенно новой форме Совершенно новой форме Раньше такого не было С одной стороны тебе предлагают партнерство С другой стороны тебя бьют таможенными пошлинами И с третьей стороны тебе с улыбочкой говорят, что мы готовы с тобой дружить Россия и Китай давно объявлены Трампом врагами номер один А несговорчивая Европа будет подвергаться еще большему давлению Но тем не менее это еще не победа И это значит, что пока что ситуация зависшая И понятно, что Штаты будут пытаться ее поломать дальше Опять поломать в свою пользу Ослабить Китай и убрать с первых позиций Россию Сейчас главная задача американских промышленных, газовых и оборонных корпораций Ведь за активной политической игрой президента США Стоит их большая мечта Опередели самых дорогих рынков на планете Это старый детский фокус по отвлечению внимания Следите за руками Если большие политики говорят о спокойствии и мире во всем мире То, скорее всего, речь идет о деньгах, погоне за конкурентами И имперских амбициях трансконтинентальных корпораций Столкновение коммерческих интересов Вот что в первую очередь делает обстановку нестабильной Торговая война без правил Любимая игра крупного бизнеса Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok